Всем привет! Хочу поделиться своим опытом, который возможно кому-нибудь пригодится, особенно начинающим радиолюбителям. Я очень часто использую пару Дарлингтона. Это вот такое соединение транзисторов, когда эмиттер одного соединяется с базой другого. Такие соединения давно уже популярны, и даже целые транзисторы, например, вот такие, исполняются в одном корпусе, и уже вот так вот они парочкой соединены. Это удобная вещь, позволяет делать очень хорошие вещи, в том числе ключи, усилители. Мне же больше всего нравится делать вот такую тройку из транзисторов, и очень часто в моих видео вы наверняка ее встречали. Эта, как я ее называю, святая троица, позволяет делать очень много интересных экспериментов. Она очень чувствительная, и поэтому с ней легко работать. Вот так вот я ее исполнял и показывал, что на ней можно сделать. Но в интернете существует масса схем, в которых количество транзисторов отличается от трех и от двух. И мне даже задавали вопрос, а что будет, если соединить, ну, четыре, пять транзисторов? Я этим вопросом тоже в свое время задавался, и даже видел схемы, когда на КТ-315-х счетчик Гегера делали, по-моему, штук на шести транзисторов, соединенных вот по такой схеме. Общий коллектор, а все эмиттеры заведены на базу. Ну и, в конце концов, одна чувствительная база остается для того, чтобы на ней расположить какой-нибудь датчик. Так о чем это я? Я стал делать вот такую вот штучечку, сборку. Посадил на проволоку массу транзисторов и попытался экспериментировать. И меня тут же ждало разочарование. Один из крайних транзисторов просто почему-то перестал работать, буквально на первых секундах. Я его выпаял, благо, что вот таких транзисторов 605-х у меня полно от военных досталось. Вот КТ-605, его маркировочка. Вот, заменил его. Минута экспериментов, и очередной крайний транзистор у меня вылетел. Да что за дела, подумал я. Неужели мне попались бракованные транзисторы и стал их менять один за другим? У меня уже их скопилось 4 штуки. Четвертый вот здесь. Всего у меня сейчас соединено 5 транзисторов, но один из них уже вышел из строя. Их легко прозвонить прямо в схеме, потому что подобное соединение позволяет проверять транзисторы буквально на лету. Ну, конечно же, отключив питание. Вот давайте попробуем прозвонить. Средний. Предпоследний. И последний. Последний уже не рабочий. То есть, эти транзисторы буквально вылетают. Вылетают те транзисторы, у которых висит свободная база. Напряжение, которое я подавал на эту схему, было ниже 9 вольт, ну и 10 вольт было, в принципе. И при этом, то этот транзистор крайний, то этот у меня выгорели. Причем, выгорели не на короткое замыкание, а просто вот перестали работать, я их прозвонил, они не дают никакого результата. То есть, они как будто бы на них подали высокое напряжение, и их пробило. Пробило без замыкания. Так что, сразу могу ответить на вопрос, можно ли соединить 5 вот таких транзисторов в цепочку типа пара Дерлингтона. Да, можно, но крайний сгорит. У меня сгорел, возможно, эта информация пригодится кому-то еще. 4 соединить можно, 5 выгорает. Ну, а лучше всего, наверное, пользоваться троицей. У меня нет столько КТ-315, чтобы провести подобный эксперимент. Вот напаяю, проведу и расскажу вам, что получилось из вот этой вот гадости. На этом все. Пока. Надеюсь, эта информация кому-то пригодится.